В эфире Радио Свобода и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Копейское дело. Чего боится Федеральная служба исполнения наказаний? В Челябинской области начались слушания по делу бывшего начальника исправительной колонии номер 6 города Копейска Дениса Механова. Потерпевшие 13 осужденных и их родственников свидетельствуют о систематических избиениях, пытках, рабстве и вымогательствах в Копейской колонии номер 6. После нескольких дней слушаний правозащитники уверены, прокуратура играет на стороне Механова. О чем не хотят говорить прокуроры? Что скрывает начальство службы исполнения наказаний? Как из 300 заявителей о преступлении осталось 13? И чему научат Копейское дело? В студии «Радио Свобода» сегодня основатель сайта портала «ГУЛАГу.нет» Владимир Осечкин, журналист Ева Меркачева и координатор проекта «ГУЛАГу.нет», член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Михаил Сенкевич. Я надеюсь, что вы ответите на все поставленные сегодня вопросы. Сейчас просто напомню слушателям о том, что уголовное дело против Дениса Миханова было возбуждено вскоре после того, как в ноябре 2012 года вся сторона узнала о массовой акции заключенных в Копейской колонии. Они взобрались на крыше бараков с перетяжкой, на которой было написано «Воля, помогите!» Администрация вымогает деньги, пытают, унижают. Предлагаю посмотреть небольшой репортаж, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» в Челябинске Александром Валиевым в ноябре 2012 года. Вскоре после того, как администрации колонии удалось прекратить забастовку заключенных, он опросил вольных женщин, которые стали свидетелями тех событий. Там, значит, и промзона, и жил зона как. На промзонке там они были на крыше, и вот понизу вошли эти плакаты, напиши на трубах, помогите, администрация вымогает, что-то там уже непонятно. И там вот такие вот, видимо, какие-то там мопилки перерабатывающие, вот такие трубы, вот на них они тоже были. Там у них кровью были плакаты написаны, кровью. Плакаты были написаны кровью, потому что они скрываются. То есть поступила такая информация у свиньи нас, что много скрылись. И мы думали, что по-любому есть жертвы, потому что скорые отсюда буквально доедут скорые. Ну как-то, как-то, они же стали въехать. А парни с крыши кричали, что помогите на нас, и Юс, значит, это, пастиловики, помогите, звоните скорую, вызывайте быстрее. И стали кричать просто так, а вот так вот, кричали просто, все, мы слышали все это. Ну нет, все, они сказали, на нас идут. Они так и стали кричать, что нас отсюда снимают, пастиловики. Когда вышел заместитель начальника Челябинского ОФСИН, это Агарков, он заместитель, замечательный рабочий, по-моему. Я ему задала вопрос, скажите, пожалуйста, почему вы не пускаете журналистов в соответствии с законом о средствах массовой информации, вы обязаны его запустить. И почему вы не пускаете членов ОНК встретиться с заключенными? Он сказал, что он какой-то там приказ в СИН мне отлучил, который не имеет никакого отношения к 76-му закону ОНК, да, и не имеет никакого отношения к нашему закону о СМИ. То есть, вот какие-то внутренние инструкции, просто совершенно очевидно, что это не закон. Зовут меня Латыпова Дина Ивановна, я член общественной наблюдательной комиссии за соблюдение прав человека в местах любительного содержания граждан по Челябинской области. Если вам нечего скрывать, то вы пустите общественность поговорить. Ведь осужденные нас знают, они нам верят, они нам доверяют, они знают, с кем они поговорят. Вот, потому что эту колонию мы введем с самого начала. Эта колония такая, больная мозоль для нас несколько, потому что оттуда осужденные у них постоянно лежали в условиях содержания в данном учреждении. Какие именно жалобы? Севастяна вчера говорила о том, что жалуются на пытки и вымогательства. Да, это первые две проблемы, пытки и вымогательства. Еще можно отметить то, что осужденных годами держат в штрафных изоляторах, несмотря на то, что в законе четко прописано до 15 минутах удержания в ШИЗО. Раньше нам давали личные дела осужденных, мы смотрели их. На данный момент нам прекратили давать личные дела, несмотря на то, что у них есть приказ в СИЗО. Мы не мешали нам работать. Мы только что посмотрели видео, которое было записано нашим корреспондентом в Челябинской области Александром Валиевым вскоре после так называемого Копейского бунта, когда заключенные колонии номер 6 города Копейска вылезли на крыши и начали обращать внимание на то, что происходит там за стенами колонии. Сегодня эта история переродилась в уголовное дело в отношении бывшего руководителя колонии Дениса Механова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкими последствиями, и незаконным изготовлением оружия. Ему грозит до 10 лет заключения. В декабре 2012 года, когда было возбуждено дело, следователи приняли более 300 жалоб от заключенных. Во время обысков в колонии они нашли самодельные охотничьи ножи, сабли, кинжалы. Обнаружили тайные комнаты, в том числе штаб для слежки за осужденными, а также спецпомещения, куда запирали от глаз различных комиссий неугодных зэков. Потерпевшими по делу сейчас проходят 5 осужденных, 8 их родственников. Обвинение в Мениломеханово вымогательство по 9 эпизодам на общую сумму 322 202 рубля. И при этом правозащитники отмечают, что в обвинительном заключении нет самого главного. Фактов массовых избиений и пыток заключенных. И фактов массовых вымогательств материальных средств. По пыткам было более сотни заявлений, а о вымогательстве более тысячи заявлений от заключенных. Об этом свидетельствуют уральские правозащитники. Сегодня в студии «Радио Свобода» со мной руководитель проекта «ГУЛАГу.нет» Владимир Осечкин. Координатор этого проекта Михаил Сенкевич и журналист Ева Меркачева. Все они на днях вернулись из Копейска, где сейчас проходят слушания по этому так называемому Копейскому делу. И сейчас вместе попытаемся ответить на вопрос о том, что же произошло в Копейске почти полтора года назад. И что происходит там сейчас в суде. Действительно ли, Ева, вы как журналист почувствовали, что суд играет сейчас на стороне прокуроров? Или судья, который рассматривает дело, довольно адекватно ведет процесс? Ну, на самом деле, первоначально я бы не сказала, что он играет на чьей-то стороне, он пока выслушивает. И вот в тот день, когда мы были, выступали двое потерпевших по этому делу. Единственное, что поразило всех, в какой-то момент адвокаты обвиняемого, Миханова, забывали, что люди в клетке – это и есть потерпевшие, что это не есть заключенные. И даже судья периодически об этом напоминал. Не путайте. Ну, потому что мы привыкли, что те, кто в клетке, это как раз-таки обвиняемые. А товарищ Миханов, собственно, которого осудили, он сидел на первом ряду среди всех... Еще не осудили, которого судят сейчас. Которого судят, да, которого судят. Он сидел в первом ряду, как почетный гость. Вот, что я, собственно, и отметила. Вот. А что меня поразило? Вначале человек, который давал показания первым, это осужденный Тихонов, он в прошлый раз отказался, попросил защиты. Он просил защиты, просил перевести его в следственный изолятор ФСБ, либо же оставить его в изоляторе, который принадлежит полицейскому. Так, а он сейчас продолжает находиться в Копейской колонии? Нет, он в СИЗО, но в СИЗО, который принадлежит ВСИН. У нас же есть несколько, как бы, да, изоляторов. Есть полицейские, есть ВСИНовские. Вот он, собственно, в системе ВСИН. Соответственно, вот, можно сказать, что доверили мышку кошке. Вот. И он просил либо в полицейске, либо в ФСБшне, чтобы на него не оказывали давление. Он заявлял, что давление оказывается не только на него, но и на его родственников, что угрожает его жизни. Вот. И что сделал судья, вот, на самом первом заседании? Судья просто обратился с ходатайством к главе ГУФСИН по Челябинской области и попросил взять под защиту этого заключенного. Ну, что тоже смешно. Мы понимаем, что вот он на них же жалуется и просит же, опять же, у них же взять его под защиту. Ну, когда вот был тот процесс, на котором мы присутствовали непосредственно, судья спросил, есть ли еще какие-то жалобы, нужна ли еще защита. Тихонов сказал, что защита больше уже не нужна. Мы все видели, что он был вот такой жутко измученный, подавленный, держался за голову. Вот сразу стали говорить, что, наверное, били его сильно. Но, тем не менее, он знал, что мы в зале и говорил все как есть. То есть, причем говорил так, видно было, что человек, на самом деле, интеллектуальный, вот, и даже с какими-то шутками, это что поднимало настроение в зале и, наверное, даже как-то расслабляло и смягчало обстановку. Те вещи, которые он рассказывал, это абсурдные. С шутками он говорил о чем? О каких-то смешных вещах? Они не смешные, но они характеризуют нашу российскую действительность. Ну вот. Самое главное, например, с чего он начал, он рассказывал, что он все это, практически все время работал в отделе безопасности колонии. Отдел безопасности колонии чем занимается? Ну, мы все прекрасно понимаем, что это. Оказалось, что там сотрудничали вместе с операми 10 осужденных. Оперативники не хотели делать вообще ничего. Осужденные заполняли обысковые ведомости, они вели переписку с ГУФСИМом фактически. Они делали электронный паспорт учреждения, они макеты учреждения делали. То есть на самоотслуживание были фактически. Да, да, да. Они сами себя защищали. Они их было... Охраняли. Сами себя от себя охраняли. Да. У них был доступ к документам в ДСП для служебного пользования. Вообще вся секретная переписка, все они владели, они все делали. Например, когда нужно было давать отчет в главк, они работали всю ночь. То есть они старались, оперативники спали, они готовили отчет и посылали. Но тем не менее, вот такие рассказы, это же не что-то чрезвычайное. Это скорее свидетельствует о халатности и таком российском традиционном разгильдяйстве. А говорили ли осужденные, тех, кого уже удалось допросить в ходе слушаний, о действительно фактах избиений, пыток, насилия, вымогательства? Что говорили они об этом, Михаил? Говорили, что, и мы слышали это, когда выезжали в выездное заседание президентского совета, было в момент тех событий. И на этом судебном процессе те же осужденные, но признанные потерпевшими, они рассказывали, как в изоляторе в комнате медчасти, там такая железная решетка была, как их скотчем, значит, привязывали плотно, в общем, к этой решетке, сдавливали грудь, значит, до полу, там, какие-то миллиметры, в общем, в такой специальный позе, и оставляли на сутки. Человек несколько растерял сознание за это время, потому что... А с какой целью? С какой целью? Да. Для чего? Для того, чтобы перевоспитать? Нет. Для того, чтобы добиться каких-то признательных показаний? Для чего? Для того, чтобы просто оказать давление, отомстить? Для чего делала эта администрация? Ну, если может, я сейчас подключусь немножко. Я в этот раз не летал в Копейске, из Москвы старался скоординировать работу наших правозащитников. Но то, что вот сегодня нам известно, наш адвокат уже вступил в дело, защищая интересы потерпевших, и сегодня уже осужденный, он же потерпевший, Волобуев, дал показания о том, что фактически руководство колонии, сам Денис Механов, предложили ему сотрудничать, работать на администрацию и выбивать денежные средства с других заключенных. Волобуев отказался, после этого его избили, поместили в штрафной изолятор, после чего, уже после выхода из штрафного изолятора, его отправили на вредоносные работы, на нелегальное производство, подпольные цеха, где они разбирали медную проволоку, там распиливали, разбирали там снаряды, срезали с них медь и так далее. То есть фактически это было такое принуждение к рабскому труду через путем пыток, путем избиения, путем необоснованного незаконного выдворения в штрафные изоляторы. То есть фактически Денис Механов и его администрация злоупотребляли и превышали должностными полномочиями, принуждая людей к рабскому труду и в том числе к выбиванию денежных средств. То есть создавалась такая система по вымогательству денежных средств. И мы считаем в связи с этим, что какая у нас самая главная претензия сегодня и к вот этому региональному следственному комитету, и к региональной прокуратуре, мы считаем, что ему предъявлено обвинение, Денису Механову на сегодняшний день предъявлено обвинение, которое не соответствует тяжести совершенных им деяний. Мы считаем, что в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного в 210-й статье Уголовного кодекса. Это организация преступного сообщества. Однозначно, что это сообщество имело устойчивые признаки, работало на протяжении длительного периода. Мы имеем в виду администрацию. Да, и не только администрация, в нее входили и сотрудники администрации, некоторые заключенные. И, как мы подозреваем, не без участия проверяющих органов. Это происходило на протяжении длительного периода. То есть в этом замешаны были очень многие лица. Мы считаем, что расследование проведено неполно, не всесторонне. По нашей информации, из данной колонии ежегодно выходили миллионы долларов. Если переводить в денежный эквивалент все, что вымогалось с родственников заключенных. И поэтому та сумма, которая сейчас вменяется в вину, как вымогательство 320 тысяч рублей, это смешные цифры. Потому что, когда мы выезжали в составе комиссии Президентского совета по правам человека, то в доме правительства Челябинской области каждый из родственников говорил о том, что они закупали стройматериалов, либо передавали денежные средства на сотни тысяч рублей. Соответственно, если даже взять вот этих 13 человек, которые признаны потерпевшим, это уже свыше миллиона рублей, особо крупный размер, и там есть признаки взятки. Но в деле этого нет. До сих пор в деле нет. И очень важно обратить нюанс на то, что сегодня Механову вменена 285-я статья Уголовного кодекса, это злоупотребление должностными полномочиями, и незаконное изготовление холодного оружия, это часть 4, 223-я статья УК. Если внимательно посмотреть декабрьский проект, который принят Государственной Думой об амнистии, то и тот, и другой состав фактически подпадают под амнистию. И для нас, как для правозащитников, которые вели это дело с первых дней массовой акции протеста, для нас вызывает возмущение, негодование сам факт того, что Механов может попасть под амнистию. Поэтому задача тех юристов, которые сегодня входят в дело, в любом случае изучить внимательно материалы уголовного дела, что, видимо, мы будем настаивать на возвращение дела прокурору и перепредъявлении Дениса Механова более тяжкого обвинения. Ну, вероятно, до этого совсем скоро дело не дойдет, потому что процесс уже начался. На этой стадии, тем не менее, суд, если выяснится, что были допущены грубейшие нарушения Уголовного процессуального кодекса, в том числе не изучены надлежащим образом все доказательства, в любом случае судья не имеет права сам ужесточать обвинения, но у судьи есть право в любой момент вернуть уголовное дело прокурору. Тот может рассмотреть обоснованность этого решения. Если это будет обосновано, то они это передадут в Следственный комитет, который обязан будет усилить обвинения в отношении Механова. Ну, в том числе и по вновь открывшимся обстоятельствам, которые могут открыться как раз во время допроса потерпевших. Когда я анонсировала эту передачу, мы на сайте Радио Свобода анонсировали сегодняшнюю передачу, что очень рассчитывали, что к нам в студию приедет бывший заключенный этой колонии Даниил Абакумов. Сейчас, насколько я понимаю, он проходит свидетелем в данном процессе? Он не проходит свидетелем, просто он присутствовал на суде, как он сам говорил, он хотел посмотреть и увидеть в роли обвиняемого, наконец, начальника колонии. То, что рассказывает Даниил, это страшные вещи. Вот я, да, хочу вас попросить об этом рассказать, потому что вам удалось записать с ним какое-то интервью, а Даниил к нам так и не приехал, ну, кстати, может быть, в том числе и потому, что в отношении него, насколько мне известно, возбуждено уголовное дело о клевете, и, возможно, на нем, поэтому у него отобрана подписка о невыезде, он просто не может покинуть Челябинскую область. А дело о клевете в отношении него возбудили как раз в связи с тем, что он рассказывал о фактах нарушения закона в администрации Копейской колонии номер 6. Что рассказал он вам? Дело на него возбудили после конкретного случая. Одного из его товарищей фактически убили тюремщики. Как он рассказывает, их вызвали в кабинет начальника по безопасности. Обычно там целый конвейер был. Регулярно заключенных вызывали по несколько человек и избивали. Но это как бы делалось в целях перевоспитания. Вызывали чаще всего тех, кто писал много жалоб. Ни одна из жалоб из колонии не уходила. То есть все они попадали в конечном итоге на стол начальнику колонии. Он спускал в оперчасть список тех, кто пишет жалоб. Их обрабатывали, перевоспитывали. Так вот, в какой-то из дней, когда шел такой процесс перевоспитания, Данилу и его товарища вызвали. И он увидел, пока он стоял на растяжке, так называемой... Это вот то, о чем Михаил рассказывал. Нет, нет, нет. Это веселье, да, когда товарищи просто привязаны к решетке. Да, это нечто страшное. А тут он просто на растяжке стоял, руки, ноги, когда вот раздвинутый ждет, да, что называется. Вот ждал своей очереди. Его товарища избивал начальника безопасности и ударил ему по голове. И, видимо, вот так получилось, что попал в какое-то место. И тут потерял сразу сознание. Все перепугались жутко, потому что... Это прикорожки, да? Да, все перепугались, тут же прекратили избиение. Человека этого отправили в больницу, но в больнице он в конечном итоге умер. И Данил об этом рассказал. Он понимал, что невозможно передать заявление о факте совершенного преступления обычным путем. Поэтому в один из дней, когда его вывозили в СИЗО на дачу показаний, он через правозащитников смог аккуратненько передать. Но дело закрутилось, и тут же начальник вызвал его, просил его, уговаривал отказаться от всех тех показаний, которые он дал. Вот. Он мне этого не сделал. То, что с ним произошло дальше, наверное, об этом не этично даже говорить. Но, в общем, жутко они с ним поступили. Он когда об этом вспоминает, у него до сих пор дрожат руки. Что значит жутко? Его избили, изнасиловали. Его изнасиловали, да. Будем называть вещи своими именами. И это было очень жутко. Вот. И, собственно, после этого еще начальник подал на него в суд по факту клеветы. То есть они обвинили его в клевете. Вот. На самом деле до сих пор дело не закрыто. Да. Неизвестно, чем оно закончится. А Данила рассказывает не только об этом. Он рассказывает, в принципе, о той системе пыток, которая была в учреждении. Это же подтверждают те на сегодняшний день потерпевшие, которые присутствуют в суде. Например, Тихонов рассказывал, что когда его поместили в ШИЗО в качестве наказания за то, что... Тихонов изолятор, я поясняю для тех, кто еще не знает. Да, да, да. Когда его поместили в ШИЗО, это было наказание за то, что он отказался собирать деньги заключенных. Его поместили в ШИЗО. Там круглые сутки крутили музыку. Голубую луну обычно. Там динамики были огромные. И люди начинали сходить с ума уже там, не знаю, через 5-6 дней. Становилось очень плохо. В этом ШИЗО, когда дело было летом, температура доходила до 55 градусов. Они не выводили самых строптивых на прогулки. То есть человек круглые сутки, это музыка, 55 градусов, периодически к нему заходят, там еще там пару ударов наносят. Вот, ну чтобы в случае чего. Для профилактики. Для профилактики, да. Нет невозможности ни общаться, ни смотреть телевизор, ни читать, вообще ничего. То есть все, что он может, в течение дня он не может даже прилечь, кстати, в ШИЗО. Запрещено это категорически. То есть он может только ходить по камере. Она крошечная, она очень крошечная. Эти условия назвать, кроме как пыточными, по-другому даже нельзя. Вот, но это не единственный случай. Вот по фактам избиения, они когда понимали, что приезжает прокурорская проверка, обычно это становилось известно, там опять же, по какой-то почте там внутренней, было такое негласное приказание избивать заключенных накануне исключительно в боксерских перчатках. Били их по почкам. Чтобы не было синяков. Чтобы не было синяков. Если все-таки оказывались такие типажи, которые чересчур перестарались, либо же кого-то насиловали жутко, они во время прокурорской проверки этих людей, либо в эти тайные комнаты, либо на склады, и забрасывали их там мешками, я не знаю, чем угодно. То есть прятали фактически. Связывали и прятали. Прятали, чтобы они ни звуков никаких не издавали, ничего. Прокуроры приезжали, проверяли, говорили, что все замечательно, и уезжали. Вот такая система, она была налажена. Вот еще, что касается Даниила. Вот он рассказывал, например, что часто после вот таких профилактических, что называется, да, бесед, люди не могли идти сами. Вот не могли заключенные. И кому становилось совсем плохо, он, в частности, вводил в медчасть, в санчасть. Что делали медики, да, что делали медики? Они тут же звонили операм, тут же. И после санчасти вызывали опера. Человек приходил к операм, и уже избивали и того, кто привел, и самого того, который ходить не мог. Добавку. Добавку. И бросали в ШИЗО. То есть это была такая система круговой поруки, то есть вы просто... Которую удалось все-таки или не удалось прекратить после того, как устроили заключенные Копейской колонии бунт, после того, как туда приехали члены Президентского совета по правам человека. Вы были внутри этой колонии? Что вы там увидели? Мы заходили... В тот момент, да? Да. Мы заходили внутрь, заходили в штрафные изоляторы, в помещение отряда строя условия содержания, в ШИЗО. Мы видели там... Ну, это страшная картина. Вот мы... Я вместе заходил в одну камеру с Федотовым, с советником Президента, где лежал человек. Лежал человек, который на голом полу. И стояли костыли. Спросили, а что ты... Ну, встанет он, костыли-то. Ну, они сейчас уже не нужны. Я, говорит, спросил, когда у меня одна нога отнялась. А сейчас понесли, когда вторая. Я не могу все равно встать. И... У него была гангрена. Да. Он просто ползал по голому полу там месяцами. Представляете, что это такое? В этом камере. Другой не выходил год из этого каменного мешка. Два года были. Полгода. Это не ПКТ, не камера, не помещение камерного типа. Это изолятор. Значит, там не читать, не курить, там, ну, ни журналов тебе, ничего. Это просто вот каменный мешок и все. Вы когда все это увидели, опросили заключенных, получили от них многочисленные жалобы? Вот я уже называла здесь цифры. Более трехсот жалоб о возбиении. Это неправильная цифра. Жалоб было более 800. До следователя дошло 300 песен. Не знаю, в отчете президенту, что президентский совет докладывал президенту о поездке, там указана цифра, по-моему, 368 жалоб. Из них только 251 на избиение и пытки и 120 с чем-то на... Вот смотрите, было 800 жалоб. До президента дошло чуть более 300. До следователей Следственного комитета и суда дошло фактически 5 жалоб заключенных и 8 жалоб родственников. Куда подевались остальные? Да вот что интересно, что мы присутствовали где на этом судебном заседании, это разбиралась... Вот эта сумма, что вменяется ему всего 300 тысяч, это эпизод одного дня. Когда собрали в этой оперчасти вот этих 11 человек, да, когда там ты принес, 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 молодцы, давай, не принес, не принес, в камеру. Это, вероятно, то, что проще всего было доказать следователи. За два года, за два года вот этого беспредела у нас, я думаю, что мы, может быть, скоро еще раз придем к вам. Я буквально сегодня получил вот такой список, что построено, на какие миллионы, построена церковь, то-то вне бюджета, на это бюджет. На пожертвования родственников. Да, да, вот такой список. Это незаконно, это официально как гуманитарная помощь не проводилось. Не проводилось никак вообще. И здесь действительно признаки коррупции. За счет денежных средств родственников заключенных возводилась колония, и необходимо разбираться, куда направлялись бюджетные средства, на какие фирмы-однодневки, и куда они обналичивались. Да, но куда делись вот эти вот институты? Если можно, только вот на ваш вопрос, который вы Михаилу говорили, как так произошло. Ну, конечно же, мы сами не следователи, не прокуроры, и за них оправдываться здесь мы не будем. Я хотел бы просто обосновать наши вопросы. Я считаю, что доля вины в сегодняшней ситуации лежит на всем правозащитном сообществе, в том числе на президентском совете по правам человека. Когда президентский совет через несколько месяцев после этой массовой акции протеста направил соответствующий доклад президенту Путину, мы тогда с Михаилом высказали свой протест Федотову, потому что в него не были включены все жуткие истории, которые мы там слушали, и подтверждения которых потом в виде документов были. Например, в этом докладе была отмечена якобы позитивная роль начальника территориального органа управления ФСИН, Турбанова, генерала, который якобы способствовал наведению порядка в этой колонии. На самом деле нужно четко понимать, что начальник колонии отвечает за то, что происходит на его территории. Начальник территориального управления ФСИН несет персональную ответственность за все, что происходит во вверенных ему учреждениях. Соответственно, если на протяжении нескольких лет не было надлежащих проверок, системно нарушались права заключенных, существовали системы поборов, пыток, избиений, изнасилований, это не могло проходить мимо начальника ГУФСИН, его заместителей по оперативной работе и по собственной безопасности. Почему же? Может быть, от них это так же тщательно скрывали, как, например, отрожили? Это невозможно, потому что часть сотрудников любой колонии подчиняется напрямую отделу собственной безопасности, оперативному управлению. В конце концов, начальство должно было заинтересоваться, откуда у вас деньги. Да нет, ну, конечно, это система, которая всех устраивала, и я хочу напомнить, что тогда в здании Челябинской администрации присутствовало три сотрудника ВСИН, которые представляли Федеральную службу исполнения наказания. Это был первый заместитель директора ВСИН по фамилии Петрухин, генерал Турбанов, начальник Челябинского ГУФСИН, и Денис Механов. И при том, что со стороны основной массы правозащитников, к сожалению, роль Петрухина и Турбанова, она оценивалась позитивно и в докладе отражалась, я тогда занял категоричную позицию вместе с Синкевичем, и мы сказали, что все эти три человека, которые находятся там, на этом заседании, несут персональную ответственность, потому что Петрухин с 2007 года был первым заместителем директора ВСИН, и он непосредственно курировал оперативное управление ВСИН России. Он прекрасно знал о том, что происходит и в этой Копейской колонии, и в Саратовской ОТБ-1, и в других пыточных колониях, потому что они все создавались не без его ведома. Точно так же, как персональная ответственность Нес Турбанов. Так вот, на протяжении года мы направляли обращение президенту Российской Федерации, генеральному прокурору в Следственный комитет, депутатам Госдумы в общественную палату, и я считаю, что маленькую толику мы внесли в то, что теперь ни один из этих трех людей, которые тогда пытались заниматься очковтирательством, теперь в Федеральной службе исполнения наказания не работают. Другой вопрос, что, к сожалению, мое мнение, отсутствует политическая воля на сегодняшний день, чтобы наказать всех виновных в создании и функционировании этой пыточной зоны. Но, тем не менее, вот вы сейчас мне отвечаете на вопрос о том, куда делись все эти самые многочисленные сотни потерпевших заявителей. Я хочу сказать, мы сейчас не можем вам ответить, потому что только сегодня наши московские адвокаты, профессиональные, в прошлом сотрудники надзирающих прокуратур и члены нашей рабочей группы по защите правозаключенных при Госдуме, только сегодня они вошли в дело. В ближайшие две недели мы скрупулезно изучим и здесь, в Москве, и там, на месте материалы этого уголовного дела, других уголовных дел. И наша задача, с одной стороны, защитить сегодняшних признанных потерпевших, чтобы на них не оказали давление, их не вынудили забрать иски, отказаться и просить. С другой стороны, выявить всех заключенных, которые готовы давать показания, и которые действительно, по сути, являются потерпевшими. И наша задача сделать так, чтобы Денис Механов и его подельники ответили по полной программе за каждое совершенное им преступление. И тем не менее, вот я понимаю, что у Евы есть версии о том, куда делись вот эти заявления. Да, немало количества заключенных в конечном итоге были этапированы в другие колонии. Вот когда я смотрела и разбиралась, оказывалось, уже заключенные эти в Корее или почему-то там, или еще где-то, очень далеко причем. Вот это какие-то совершенно дальние регионы, Башкирия. И некоторые родители, вот с которыми мы встречались, они говорили, что они вообще не в курсе, куда их направили. Они не видели их где-то полтора года примерно. Своих детей. Своих детей. Они пытаются добиться вообще, чтобы узнать хотя бы адрес, да, той самой колонии, где сейчас их дети. До них доходят только какие-то слухи. Вот, и по этим даже слухам там оказывается, что там дети, их почему-то была проведена операция, почему-то дети там пытались с собой покончить их. То есть те самые, которые пострадали. Это очень непонятная и странная история. Понятно, нам понятно, что пытаются избавиться от свидетелей, от потерпевших. Вот, а даже те, которые остались в колонии, они ведь... А в суде они не заявляли о том, что на них... Вот вы сказали, что в первый же день Тихонов заявил о том, что оказывается давление на него, и просил перевести его в другой изолятор. Кто-то еще из потерпевших говорил о том, что о давлении, и какого рода давление оказывается? Да, но вот мы выложили на ГУЛАГу, нет, на центральной странице ролик. Это ролик давности двухмесячной примерно, буквально, когда Олега Локтионова, который участник этих событий, вывозили в СИЗО с колонии просто так, на несколько месяцев, на два месяца, никаких следственных действий, ничего. Вдвоем в камере, в камера какая-то там, даже корреспондент не мог зайти, потому что там некуда зайти просто. Он говорил по приезде в СИЗО, к нему подошел человек в штатском, и говорят, ну ты таким языком грузись, короче говоря, ты бери на себя ответственность, что ты все-таки ответственный за беспорядки, за массу своей. Здесь важно сделать небольшое пояснение, потому что помимо вот этого уголовного дела в отношении Дениса Миханова, слушание, по которому проходит сейчас в районном суде города Копейска, есть еще уголовное дело, возбужденное по факту массовых беспорядков. Это дело, связанное с бунтом, и оно возбуждено в отношении 10 заключенных, многие из которых сейчас и не находятся как раз в Копейской колонии, а находятся неизвестно где. Практически все они. Второе в Тагиле, в пятом колонии. Нижний Тагил, это Свердловская область, другой регион. Если можно, я все-таки по этому делу хочу следующее сказать. Я считаю, что это такой элемент безответственности, опять же, со стороны и нас, и всего правозащитного сообщества, что мы допустили, что заявители о пытках и коррупции сегодня подвергаются уголовному преследованию. Потому что мы помним прекрасно, год назад руководитель администрации президента Иванов сказал, что необходимо защищать заявителей о коррупции, чтобы победить эту коррупцию. Соответственно, в данном случае мы видим, что на крышах поднялись люди с плакатами, которые рассказали о подпольных цехах, пытках, поборах. То есть это на самом деле все люди, заявители о коррупции, которые доверились президентскому совету по правам человека, нам ГУЛАГу нет, местным правозащитникам, в надежде на то, что мы их всех сможем защитить, если они будут давать показания. Эти люди написали заявления, жалобы на видеокамеры, не побоялись. А в результате в отношении них сегодня применяются репрессивные меры. Действительно, их вывозят в удаленные регионы, разрывают социальные связи с родственниками. У нас есть информация, что на некоторых из них оказывается, опять же, физическое воздействие, пытки, избиения, давление. Некоторых из них вынуждают оговаривать себя и оговаривать своих товарищей, с кем вместе они поднимались на крыши и стояли. И я хочу напомнить, что когда приезжал Федотов, члены президентского совета и мы, нам в лицо, вот все эти уволенные сейчас сотрудники ФСИН, говорили, не было никакого бунта, спецназ не вводили, была мирная акция протеста. Это у нас есть на видеозаписи, об этом говорил и первый заместитель директора ФСИН, фактически второе лицо в всей службе, и руководитель территориального органа, и начальник колонии. То есть фактически больше года назад они давали показания официально на видеокамеры, при журналистах, членам президентского совета по правам человека, о том, что не было никакого бунта. Все было в порядке, мирная акция, попротестовали, мы будем разбираться в мягком варианте. После того, как доклад был в таком усеченном варианте направлен президенту, как нам кажется, как только доклад был направлен, где Петрухин, Турбанов и высокопоставленные сотрудники ФСИН выглядели более-менее прилично, соответственно, тут же начались репрессии, было через несколько месяцев возбуждено уголовное дело о вот этой массовой акции протеста, и уже тем людям, которые были заявителями о коррупции и пытках, уже поставили в вину организацию этого бунта, якобы в кавычках, и более того, там проходят люди в качестве обвиняемых, те, которые при нас с Михаилом Васильевичем сидели в этих штрафных изоляторах, в маленьких комнатах, где не то что телефона, там ничего не было, там ни телевизора, ни радио, и как эти люди, которые... Силы мысли. Совершенно верно, телепаты, да, и мы считаем, что это сделано было осознанно сегодня сотрудниками правоохранительных органов, недобросовестными сотрудниками, с целью фактические искажения ситуации и представления этой массовой акции протеста, как нечто, опять за которым стоит заговор криминалитета, с тем, чтобы опорочить все, чем занимался президентский совет по правам человека и правозащитники, с тем, чтобы придать криминальный характер этому протесту, и с тем, чтобы обелить Миханова. И еще раз я напомню, и обвиняемые по делу о массовой акции протеста, и потерпевшие по делу против Миханова о коррупции, сегодня находятся в следственном изоляторе, размещены в тюремных камерах, в камерном режиме, и находятся в клетках в зале суда. А человек, который все это организовал и руководил колонией, и фактически сегодня целый ряд заключенных заявляет об угрозах в их адрес, несмотря на это, мера пресечения ему не меняется, он находится на свободе. Под домашним арестом. Нет, он не под домашним арестом, он уже свободно перемещается, и чувствует себя вольготно, уверенно, и в суде, откуда-то непонятно, нанял нескольких адвокатов и ведет себя там, как второй прокурор, пытаясь оказать давление фактически в рамках уголовного судопроизводства на потерпевших. Это чудовищная ситуация и двойные стандарты. В эфире Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте www.swoboda.org. Передача «Человек имеет право», ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Сегодня мы говорим о Копейском деле. Я напомню, что в ноябре 2012 года в городе Копейске, Челябинской области, где находится колония номер 6, состоялась акция протеста заключенных, которые заявляли о пытках и вымогательствах со стороны представителей администрации колонии, просили им помочь. Сейчас представители федеральной службы исполнили наказание и называют случившиеся тогда бунтом и массовыми беспорядками. Но, тем не менее, в Копейском районном суде рассматривается дело в отношении бывшего начальника 6-й колонии города Копейска, Дениса Миханова, которого обвиняют в превышении служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия и незаконном хранении оружия. Его нашли следователи, когда пришли внутрь колонии посмотреть, что там на самом деле происходит. Со мной в студии сегодня руководитель проекта «Гулагу нет» Владимир Осечкин, координатор этого проекта, член общественной наблюдательной комиссии Москвы Михаил Сенкевич и журналист Ева Меркачева, простите, мы только недавно они вернулись как раз из Копейска. Ева написала об этом достаточно большую статью в московском комсомольте, она была опубликована, называется «Колония, колония, концлагерь номер 6». Да, и вот я хотела бы процитировать один буквально небольшой абзац из вашей статьи. Вы там пишете о том, что судьба всей пенитенциарной системы российской, я так понимаю, решается прямо сейчас, поскольку исход этого дела, за которым внимательно следят начальники всех российских колоний, а их 730, может сделать то, чего не сделала вся реформа Федеральной службы исполнения наказаний. Или, ну если развивать эту мысль, может как раз и не сделать этого. Можете, пожалуйста, пояснить, что вы имели в виду, когда писали об этом? Ну, мы должны понимать, что на самом деле история, которая вот описана в моей статье, вообще все то, что произошло в Копейской колонии, это не единичный случай. Не нужно говорить, что в России одна, единственная пыточная колония. Ни в коем мере. На самом деле, практически в каждой колонии есть и нелегальные производства, где используют рабский труд заключенных. В каждой колонии есть благотворительность, так называемая, да, это когда сами родственники и осужденные обязательно делают взносы, на которые все строится. Эта система работала, на самом деле, многие годы. Благодаря ей удалось, ну, как-то более-менее перестроить, вообще держать в нормальном состоянии наши ветхие тюрьмы, наши ветхие СИЗО, иначе бы они не развалились. Вот даже в том же Копейске, на самом деле, даже за счет заключенных забор вокруг колонии ставили. То есть, фактически, они сами себя и охраняли, да, и плюс еще переписки... Огораживали от общества, общество от себя охраняло. А теперь вот представьте, если все это будет признано, вся система порочной, вот все вот эти вот благотворительные взносы в корне неверными, незаконными, что будет, что произойдет с нашей системой в СИН? Государство готово вкладывать огромные деньги для того, чтобы поддерживать колонии в нормальном состоянии техническом. Я не уверена, потому что, опять же, повторюсь, все делалось за счет заключенных и их родственников. И если сейчас это будет признано порочной практикой, это, в принципе, катастрофа для всей уголовно-исполнительной системы. Потому что начальники некоторых колоний могут подумать о том, что сейчас вот сегодня пришли за Денисом Меркачевым, а завтра придут за... Михаилович, простите, пожалуйста. А завтра придут за ними. Конечно, да. И если он перестанет покупать стройматериалы и все вообще облагораживать за счет денег родственников и самих заключенных, что произойдет, колония просто, собственно, развалится. Да, если можно, я здесь все-таки вам возражу. И возражу, я считаю, обоснованно. На сегодняшний день из бюджета Российской Федерации выделяется достаточное количество денежных средств, которое позволяет держать все исправительные колонии и следственные изоляторы в надлежащем состоянии. Другой вопрос. Что заключаются подложные договоры? Денежные средства выводятся на фирмы-помойки-однодневки. Из бюджета под видом... У вас есть наказательства вот этим вашим словом? Слушайте, уже десятки уголовных дел во всей системе исполнения наказания возбуждены о коррупции и о миллиардных хищениях, начиная с электронных браслетов, в губы селинвест и так далее. Можно продолжать до бесконечности всю передачу рассказывать о системах поборов и коррупции в системе ФСИН. Так вот, если на сегодняшний день колонии перестанут быть местами для кормления местных начальников колоний, их начальников, проверяющих, прокуроров и так далее, если колонии действительно начнут работать по закону и денежные средства будут перечисляться в бюджет и не будут расхищаться, не понадобится никакой гуманитарной помощи от родственников. Просто сегодня очевидно, что во многих регионах колонии отданы на откуп так называемым хозяевам. Ведь и заключенные, и сотрудники колоний, начальников СИЗО и колоний до сих пор с гулаговских времен это пошло, называют кем? Хозяевами. Эти люди ощущают себя хозяевами жизни. Хозяевами судеб сотрудников, которых они могут уволить, и он там останется без работы в поселке, где колония является градообразующим предприятием. Соответственно, заключенного он может отдать приказ, глазом моргнет, его завтра либо изнасилуют, либо убьют, либо наоборот перейдут в улучшенные условия, и он там будет каждый месяц ходить на свидание с женой, с любовницей, еще и проститутку привезут, если надо. Поэтому очевидно, что сегодня для Российской Федерации и для сегодняшней власти задача номер один – это решить вопрос. Покончить с этой механовщиной на примере одного громкого дела и показать всем начальникам всех исправительных колоний, что необходимо перезагрузиться, перезагрузить свое отношение и по-другому относиться к службе, к заключенным и так далее. Либо наоборот, если мы считаем, будет условный срок, какой-нибудь штраф, либо если механов вообще амнистирует, а все эти дела замнут. Соответственно, система даст четкий сигнал всем остальным начальникам колоний, работайте дальше, продолжайте, и механовщина тогда будет процветать. Что мы вас покроем. Конечно. Поэтому очень важно в данном случае нам, кажется, очевидно, что силами правозащитного сообщества навести порядок в копейском деле на сегодня не представляется возможным. Именно поэтому наша задача, как правозащитников, как экспертов, собрать максимум информации. На следующей неделе в здании Госдумы пройдет заседание нашей рабочей группы по защите права граждан в местах принудительного содержания. Мы выслушаем доклад Александра Харапова, адвоката, который сегодня ознакомился со всеми материалами этого уголовного дела. Мы приглашаем туда членов общественной палаты президентского совета. И после этого мы направим соответствующие письма не только в президентский совет по правам человека. Я считаю, что к этому делу очень важно, чтобы подключилось антикоррупционное управление администрации президента, которое образовано в декабре прошлого года. И обязательно, чтобы подключился также совет по противодействию коррупции при президенте РФ. Потому что не только задача правозащитников президентского совета по правам человека вмешиваться в это дело. Права защитили, все, теперь там основную массу не пытают, не избивают, вроде бы все. Здесь задача совета по противодействию коррупции провести тщательное исследование здесь на примере одной колонии, которую так разложили по косточкам мы, правозащитники, и показали всю эту систему порочную пыток и поборов. И задача, конечно же, заниматься профилактикой во всех остальных учреждениях, чтобы не ждать таких других массовых акций протеста. Спасибо, Владимир. Михаил, вот Ева, когда говорила о Копейской колонии, обратила внимание на то, что это не единственная пыточная колония в России. К сожалению. И на самом деле, и вы не первый раз уже приходите ко мне в передачу «Человек имеет право», и мы рассказывали о таких вот пыточных колониях. Скажите, сейчас можно ли назвать точное число? Вот из этих 730 колоний сколько с точки зрения ГУЛАГу нет? Являются неблагополучными? Регионы Красноярск, Мордовия, Башкирия, Челябинск, Владимир, Брянск области. Очень много. Брянск, Орел. А где есть, если проще назвать, благополучные, может быть? Ну, самый лучший Москва. Московский регион, у нас нет колоний, у нас следственные изоляторы, но у нас нормально. Все зависит от... Московская область есть? Нет, Московская область хуже гораздо по уровню соблюдения прав заключенных, нежели Москва. Все зависит от профессиональных... Лучше, чем... Безусловно. Безусловно. Безусловно, лучше. А вот лучше в чем? Что, кормят лучше? Или бьют меньше? Да вы понимаете, вот во времена... Или жалоб больше выходит? Во времена СССР, вы думаете, бюджет был, он разный, что ли? Ну да, если так сравнить. Сейчас на питание гораздо больше выделяется денег, нежели во времена СССР. То есть это не страшно? Все остальное одинаково. И все строилось, все жило и нормально. И во времена СССР не было этого. То есть страшно... Этой практики не было. Такой, бумагательства? Или... Ну, вымагательства... Да. Со стороны родственников? Добровольно принудительное. Только принудительное такое еще через физическую силу. Не понравилось тебе? Иди в изолятор. То есть во времена ГУЛАГа, прямо ГУЛАГа, страшного, подобной практики не существовало. Ну, я не говорю 30-е годы. Я беру там, допустим, 80-е, когда мне пришлось там быть. Я же помню это все. Не было этого? Избиения, пытки, давления были? Подпольная торговля была? Ну, это было все не на поток поставлено. Это не была система? Не так. Это не были коррупционные такие бизнесы? Да. Сейчас приходит человек в карантин. Его тут же обрабатывают вот эти сдиповцы. То есть активисты, да? Кто у тебя там на воле? Там родители, деньги, материальное положение. Ну, готов платить. Все. Раз отдал, ты уже будешь платить всегда. Если нет, не хочешь давать, значит, придет там какой-то прапорщик или режимник, пуговичка у тебя расстегнута, в изолятор, там тебе применит физическую силу. Ты оттуда выезжали здесь суток, да, вот такой вот. Опять идешь карантин. Тоже завхоз тебе подходит. Ну, как так, дружок? Тебе нравится так? Сколько тебе сидеть? Ну, пять лет. Вот ходишь себе так пять лет? Не хочу. Ну, давай, ну, давай. Мне кажется, знаете, в чем проблема? Самое главное, что вот гниль появилась в душе у людей, у которых оказались у власти. И вот эта система, когда начальник колонии несет кому-то еще каждый месяц определенную там долю, да, все кормились за счет колонии и до сих пор сейчас все кормятся за счет этих заключенных и их родственников. До сих пор они покупают себе за границей огромные дома, там целые острова. Все это есть, на самом деле. Вы знаете, вы можете назвать конкретные факты о приобретении? Доказать сложнее, но в свое время ко мне пришел заключенный, который находился в Брянской области, в колонии. Здесь, он вообще из Москвы, сам москвич, и здесь он занимался большим бизнесом, у него был целый банк коммерческий, он там на каких-то долях был его владельцем. Так вот, когда он приехал в Брянскую колонию, это стало известно, и в итоге ему особые условия ему создали. То есть он жил, собственно, как на воле. Он ходил в рестораны каждый день из колонии, его возили на машинах. За это он отстегивал там какие-то бешеные деньги, там фигурировало 17 миллионов там за какой-то период и больше. Куда же эти деньги? Эти деньги не шли все на колонию, это не нужно было просто, там даже было бы сложнее объяснить вообще, куда вложить 17 миллионов там разово, да, ну что-то купили, какие-то стройматериалы. Все остальное начальник колонии, который, в общем-то, был не бедным человеком, делил с кем-то. Вот эти вот кто-то, да, кто знал об этом, кто покрывал его, мы можем только предполагать, мы не можем назвать именно этих людей, но понятно, что деньги уходили в том числе в Москву, а может даже в первую очередь у Москвы. Ну, в любом случае, вот видите, Ел, все это звучит, к сожалению, это звучит как рассказ. Понятно, что довольно сложно доказывать вот такие факты, потому что это то, что на прокурорском таком юридическом языке называется латентное преступление, никто не понимает. Конечно, человек, который сидит и отстегивает за возможность ходить по ресторанам, находясь в колонии, конечно, он не станет рассказывать и жаловаться в прокуратуру, антикоррупционные комитеты, о том, что он за это кому-то платит. Ему вот отсидеть бы свой срок спокойно и выйти. Но другое дело, что помимо таких людей есть люди, чьи семьи фактически отдают последнее просто за то. Это и было, это и было. Кредиты берут. Большие кредиты. На свидание у губернатора свидетельствовали матери в слезах сестры осужденных, плакали, стояли губернатор, советник президента, члены президентского завета, мы эксперты. Плакали, продала гараж, продала квартиру, чтобы сына не били. Ну, чтобы не били. То, что творилось в Копейской колонии, это чудовищно, но тут надо понять, действительно, это носит системный характер и, к сожалению, надо честно сказать, что на сегодня вот с такими поборами системно государство не борется. несколько недель назад был президентский совет по правам человека, расширенное заседание, был заместитель председателя Следственного комитета по фамилии Федоров, и я им задал конкретный вопрос. Я говорю, вы считаете, что 60 следователей на всю Россию так называемого специального отдела для расследования преступлений, совершенных должностными лицами, это достаточное количество? И, к сожалению, вот этот высокопоставленный руководитель Следственного комитета не смог мне честно ответить и внятно в кулуарах, конечно, сказал, что недостаточно, но мы работаем в тех условиях, в которых мы работаем. И вот мы, получается, живем в таких реалиях, где, с одной стороны, в Подмосковье продается государственная земля на рублевке на миллиард долларов ниже рыночной стоимости и миллиард, соответственно, на долларов куда-то исчезает, а с другой стороны, мы понимаем, что государство якобы сейчас не в состоянии заплатить и иметь в каждой области хотя бы по 10 следователей, которые будут заниматься расследованием преступлений, совершенных должностными лицами сотрудников правоохранительных органов. И вот до той поры, пока не перезайдет перезагрузка на самом верху, пока руководство не осознает, что ведь самое страшное, что творится в СИН, это даже не пытка в отношении конкретного человека, хотя это ужасно, а самое страшное, что разрушается весь институт исправления преступника. МВД ловит преступника. Исправление превращается в институт наказания. Нет, это не наказание. МВД ловит преступника. Мы тратим огромные деньги на МВД. Такие же деньги тратятся на прокуратуру, доказываем обвинения. Огромные деньги уходят на суд, признает суд. Огромные деньги тратятся на СИН, и по идее, государство тратит триллионы рублей ежегодно, должно, наверное, получать исправленных людей. А в это время человек, который совершает незначительное преступление, попадает в систему ВСИН, в такую колонию, и он видит, что я, ну, человек, да, украл три копейки, и у меня нет денег в возможности заплатить взятки. И меня будут бить, насиловать, пытать, выдворять штрафные изоляторы, использовать как бесплатную разку силу. Может, это станет лучшим стимулом не попадать туда больше? А в это время, в это время профессиональный преступник, который туда же попадает, и у которого за плечами несколько украденных, там, я не знаю, там, дорогих каких-нибудь Мерседесов, Лексусов и так далее, этот человек, попадая в застенки, будет понимать, что за ним преступное сообщество на свободе, у него все хорошо с деньгами, он покупает себе отдельный кубрик с видом на лес на третьем этаже, да, это и есть в некоторых колониях, я знаю, точные адреса, которые мы сообщаем, там, ФСБ, в собственную безопасность, в СИН, которые, да, и за денежные средства человек покупает себе отдельную камеру вольготную, выбирает, с кем он будет эти ближайшие несколько лет жить, заниматься спортом, у них висит там плазменная панель, DVD, они себя чувствуют великолепно, и, соответственно, в эту когорту попадают, я говорю, и организованные преступники, и, в первую очередь, конечно, люди, которые осуждены за коррупцию в особо крупных размерах, поэтому, говорить о том, почему у нас продолжается коррупция, потому что у нас люди, защищают сотни миллионов и миллиарды, знают, что даже если он попадет в колонию, он будет сидеть в улучшенной камере, потом он будет сидеть в улучшенных условиях в исправительной колонии, а те люди, у которых нет денежных средств, будут страдать. И те люди, которые видят эту несправедливость, а это сотни тысяч наших с вами сограждан, которые сегодня находятся в исправительных колониях, они понимают, что в следующий раз надо красть уже не тысячу рублей, а надо красть там 10 или там 20 миллионов рублей, чтобы жить лучше, сидеть лучше. Вы не пропускаете мысли, что этот человек, вот насмотревшись на все и пройдя через этот ад, потом думает, господи, никогда больше. Нет, это не работает, не работает это, конечно. К сожалению, час прошел практически незаметно, но я надеюсь, что мы вернемся еще в эту студию, поговорим о Копейском деле, когда вынесут, огласят приговор Денису Михайлову, будет любопытно узнать, чем закончится это дело. Я напомню, что в эфире Радио Свобода видеотрансляция на сайте www.swaboda.org прозвучала и была показана передача «Человек имеет право», ее вела я, Марьяна Тарачешникова, со мной сегодня были руководители проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин, координатор этого проекта Михаил Сенкевич и журналист Ева Меркачева. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайте. Редактор субтитров А.Семкин